Всем привет! Меня зовут Яна и сегодня у нас биология. А тема урока – мхи – особенности строения. Мхи относятся у нас к высшим споровым растениям. Высшие споровые растения, напоминаю вам, это те, кто уже вышел на сушу. Мхи являются наземными растениями. У них появились ткани и органы, поэтому они высшие растения, в отличие от водорослей низших, у которых нет тканей и органов. Мхи являются многоклеточными организмами. Они могут размножаться как бесполым способом, так и половым. Однако для оплодотворения им нужна вода, поэтому мхи растут во влажных местах. Мхи по-другому еще называют отдел маховидные. Это многолетние растения, как правило, которые обитают в лесу, в болоте, могут поселяться на деревянных постройках, на коре деревьев, в оврагах, в тех местах, где есть вода. Органы, как я вам уже сказала, у них появились, так же как и ткани. И органами мхов являются листья, стебель и ризоиды. Как видите, корней настоящих еще нет. Есть ризоиды, которые служат для прикрепления мха к субстрату. Мхи делятся на две большие группы. Первая группа называется листостебельные мхи. Листостебельные. Из названия понятно, что тело условно можно подразделить на стебель и листья. И вот у нас первый представитель листостебельных мхов, мох, кукушкин, лен. Видите, здесь мы видим зеленую часть этого мха, это тот самый стебель с листьями. И видим здесь еще такую вот бежево-коричневую часть мха, это коробочка со спорами на ножке. Но о ней мы будем разговаривать с вами на следующем уроке более подробно. Кроме листостебельных мхов существуют еще печеночные мхи. Печеночные мхи устроены более примитивно в сравнении с листостебельными. И чем-то даже напоминают водоросли. Их тело представлено слоевищем, как у водорослей. И представителем печеночных мхов является маршанция. Именно она здесь как раз таки изображена на фотографии. Сравните эти две группы мхов и вы увидите, что группа, которая расположена слева, листостебельная, они более сложные по сравнению с печеночными мхами. На этом наш урок закончен. На следующем уроке мы будем более подробно разбираться с мхами, их строением и жизнедеятельностью. Спасибо за внимание.